ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – аргументы «за» и «против». Чем опасна ветряная оспа? Бывает ли осложнение после вакцинации? Что общего между вирусом испанки и свиным гриппом? Существует ли связь между аутизмом и вакцинацией? Почему нужно прививаться от гриппа в августе? Последствия отказа от прививок и многое другое – вы узнаете из нашей программы «Линия жизни» прямо сейчас. Успехи вакцино-профилактики очевидны. Очевидно, в течение жизни одного поколения были ликвидированы или сведены до единичных случаев более 10 тяжелых инфекций. В глобальном масштабе ликвидирована натуральная оспа. В большинстве регионов ликвидирован полиомелит. Россия в составе Европейского региона с 2002 года поддерживает статус страны, свободной от этого заболевания. До единичных случаев сведена заболеваемость корью, дифтерией, столбняком, краснухой, эпидемическим паратитом, гепатитом В. Проблема отказов родителей от прививок на самом деле существует. История этих отказов на самом деле начинается в 90-х годах прошлого столетия, когда мы стали демократическим обществом, и появилась возможность родителей отказываться от прививок. Для того, чтобы у нас не случались эпидемии, пандемии, вакцинация, иммунная прослойка должна быть не менее 95%. Что такое иммунная прослойка? Это 95% должны иметь вакцинацию и определенный иммунитет к той или иной инфекции. Как только эта иммунная прослойка снижается ниже 95%, возникают эпидемии, пандемии, то, что мы имеем в некоторых случаях. Вот, допустим, в 90-е годы, в связи с тем, что разрешили отказы, все быстренько начали отказываться, не разбираясь в проблеме, какая есть на самом деле, у нас была вспышка дифтерии. То есть дифтерия была побеждена уже очень давно. А в связи с вот этими массовыми отказами снизилась иммунная прослойка и была вспышка дифтерии. Ну, тогда быстренько опомнились, как-то попрививали, и эту вспышку мы все погасили. К 2012 году весь Россия, как и вся Европа, должна была победить корь. Но, опять же, отказы от прививок снизили нам иммунную прослойку. И в прошлом году, и в позапрошлом году мы имели вспышку кори. Вот корь, она достаточно опасная инфекция. И говорить о том, что эта инфекция имеет естественный иммунитет, пусть мой ребенок переболеет, и у него будет естественный иммунитет. Но на самом деле это неправильно, потому что естественный иммунитет, он имеет отдаленные последствия. Во-первых, корь осложняется энцефалитами. Энцефалиты приводят к летальным исходам. Они достаточно тяжелые. Они протекают с большой интоксикацией у детей. Плюс ко всему, есть еще научные статьи, научные разработки о том, что вирусы, допустим, краснухи и кори, они находятся, если человек переболел этими заболеваниями, они находятся в спящем состоянии внутри организма. И потом в старости могут сказаться другими соматическими заболеваниями. Допустим, артритами, миокардитами. Даже болезнь Альцгеймера, доказанная ее связь между вирусом краснухи и болезнью Альцгеймера. Сформирование естественного иммунитета, которое вот даже я вам сейчас объясню на примере инфекции витряной оспы. Чего скрывать? Даже в начале 2000-х была такая информация о том, что лучше витряной оспой переболеть, иметь иммунитет, лучше переболеть это в детском возрасте. А сейчас совершенно другая информация. И почему эта информация? Потому что наука идет вперед, мы смотрим дальнейшие последствия, рассматривая перенесенные тоже витряной оспой. Что такое витряная оспа? Это вирус герпеса. И вирус герпеса никуда не уходит из организма, если вы не переболели. И уже в более взрослом возрасте, при снижении иммунитета, при переохлаждении, мы имеем герпетическую инфекцию. Это поясывающий лишай, это герпетические высыпания, это могут быть и герпетические энцефалиты, и другие страшные болезни. У нас не самый большой календарь прививок по сравнению с другими странами. В Америке он гораздо шире, допустим. И в Восточной, и в Западной Европе, и вообще во всей Европе он гораздо шире, чем у нас. Плюс ко всему, у нас есть не все вакцины. Допустим, гемофильная инфекция у нас прививается только к группам риска. Почему? Потому что у нас нет своей вакцины, но она разрабатывается. И гемофильная вакцина у нас есть, или входит как компонент вакцины Пентоксим, или как она просто моновакцина, скажем так. Вот. Расширить можно. Я бы добавила вакцинацию против менингококковой инфекции. Очень страшная инфекция. И эта инфекция всегда сочетается, практически всегда сочетается с вирусом гриппа. У инфекционистов есть такая поговорка, что менингококковая инфекция едет на хвосте вируса гриппа. ВПЧ в нашем регионе она платная. Вот в Москве она бесплатная. Очень нужная вакцина, очень нужная, которая позволяет нам предотвратить развитие онкологических заболеваний у женщин. Вакцины – это такие же лекарственные препараты, иммунобиологические препараты. Как каждый лекарственный препарат, они имеют какие-то побочные действия, то есть какие-то осложнения они могут быть. Вот если мы возьмем осложнения, которые могут развиться после применения любого иммунобиологического препарата, это может быть первая аллергическая реакция на компонент, которым сделана вакцина. Часть вакцины у нас делается на курином белке. И если у человека есть аллергия к курице, к куриному белку, то он может дать нам аллергическую реакцию на эту вакцину. Часть вакцин делается на перепелином белке тоже. Если на перепелиное яйцо есть аллергия, то это тоже может вызвать аллергическую реакцию. Часть вакцин, допустим, полимиелит. Он может вызвать вакцин, ассоциированный полимиелит. Но в нашей стране его уже не регистрируют. Почему? Потому что, как вы и сказали, медицина идет вперед. Если мы раньше всех детей капали капельками ОПВ, вы, наверное, это помните, то сейчас в национальном календаре две первых вакцинации делаются ослабленные вакцины, инактивированные, ИПВ. И поэтому, когда ребенок уже встречается, третья дача у него идет ОПВ, у него уже выработан иммунитет. И уже нет вакцины, ассоциированных полимиелитов. Еще одно осложнение – это вакцинация БЦЖ. После вакцинации БЦЖ может развиться холодный абсцесс или может быть лимфоаденопатия развиться после вакцинации. Но это иммунный ответ организма. Каждый организм индивидуален. И такие осложнения случаются 1 на миллион, на 100 тысяч. Ну, очень редко. Но если сравнить количество осложнений и пользу вакцинации, то это, конечно, несоизмеримо. Какие вакцины российского производства самые лучшие? АКДС, корь-краснухапаратит, полимиелит – это заслуга ИБЦЖ. Это вот просто заслуга нашей медицины, которая создала эти вакцины и котируется на мировом уровне. В первой части программы вы узнали, почему вакцинация – необходимый инструмент в борьбе за жизнь человечества. Вы узнали, бывает ли осложнение после вакцинации. В следующей части программы вы узнаете, что общего между вирусом испанки и свиным гриппом. Почему нужно прививаться от гриппа в августе? Существует ли связь между аутизмом и вакцинацией? И какие бывают последствия отказа от прививок? Смотрите далее. Испанский грипп или испанка Был, вероятнее всего, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества, как по числу заразившихся, так и по числу умерших. Эпидемия длилась с января 1918 года и по 1920 год. В основном болезнь могла проходить без каких-либо симптомов, но все же часто сопровождалась пневмонией и кровавым кашлем. За первые 25 недель этот вид гриппа унес жизни 25 миллионов человек. Вымирали целые деревни от Аляски до Южной Африки. Были города, где не оставалось ни одного здорового врача. Во всем мире испанкой было заражено около 30% населения планеты. Это была поистине масштабная катастрофа в истории человечества. Урок наш мир, казалось бы, запомнил навсегда, но не тут-то было. Разговоры о необходимости и вреде прививок то вспыхивают, то затухают. В свете современных знаний и с позицией мировой науки и практики на вопрос о значимости профилактических прививок ответ может быть только один. Что общего между вирусом испанки и свиным гриппом? Очень много мифов ходит вокруг вакцинации против гриппа. Кто-то делает вакцину, кто-то не делает. Но я вам скажу, что я вакцину эту делаю каждый год. У меня прививается вся семья, от мала до велика. И мы все прививаемся в августе-сентябре. И мы, если болеем, то мы болеем в легкой форме. Вакцина от гриппа, она не защитит вас от ОРЗ, от ОРВИ, которых большое-большое количество этих инфекций. Она вас защитит от осложнений гриппа. Я бы немножко хотела рассказать истории. Вы, наверное, все слышали, что была такая пандемия испанки. Почему испанка назвали грибирус гриппа? Не потому, что он приключился первый раз в Испании. Он вообще-то начал свое начало получил в США. Просто в США это все замалкивалось каким-то образом. А вот только Испания, когда у нее было поражено более 40% населения, они тогда обратились к мировой общественности и обратили на это внимание. И поэтому этот вирус гриппа, эта пандемия получила название испанки. Вы знаете, что за 25 недель течения этой испанки на планете Земля погибло 25 миллионов людей. Что поражена этим вирусом была вся Земля, от Аляски до Южной Африки. То есть этот вирус достаточно серьезный. И этот вирус, к сожалению, вирус гриппа H1N1, который к нам вернулся в свином гриппе. Да, эта пандемия, которая свиного гриппа, она очень похожа. Вирус практически один и тот же с испанкой. И есть ли смысл рисковать, когда есть вакцина, которая защищает от этого вируса и которая защищает от этих осложнений. Вот когда была испанка, когда в 18-20-х годах, целый год, на целый год были закрыты все церкви, все театры, кино, ну вообще все рестораны. Целый год Европа жила без всего этого для того, чтобы прекратить эту эпидемию. Тогда не было вакцины. Как создают вакцину от гриппа? Наша вакцина против гриппа – это не та вакцина, которую… Вот одна вакцина, мы делаем ее каждый год. Каждый год это разная вакцина. У нас есть специальный институт гриппа, который работает над вакциной. И каждый год мы получаем новую вакцину. То есть делается прогноз, научный прогноз, какой вирус гриппа будет. И вот на основании этого делается вакцина. Каждый раз мы получаем новую вакцину, и эта вакцина всегда эффективна. Всегда, практически всегда эффективна. Я не буду рассказывать вам, как полезны прививки, как нужно их прививать. Я просто вам расскажу один клинический случай о том, что 21 век на дворе, город Краснодар. Начало лета, и у нас появляется ребенок, запалившись столбняком. Все родители говорят о том, что я не буду прививать своего ребенка от столбняка и дифтерии. Нет этих инфекций. Почему я должен их прививать? Зачем я должен травить своего ребенка? Вот очень так же рассуждала и мама этого ребенка, которая писала отказы, которая утверждала, что ей не нужны вакцинации. Но когда запалил ее ребенок столбняком, поранившись ржавой гвоздь, она даже не поняла сначала, что случилось с ее ребенком. И только благодаря нашим докторам, их знаниям, их умениям, и вовремя сориентировались наши доктора, это детская инфекционная больница, они вытащили этого ребенка с того света. И вот здесь вопрос, а стоит ли рисковать здоровьем и жизнью детей? Ради ваших амбиций, ради неграмотности? Ведь те, кто кричат о том, что вакцинация противопоказана, вакцинация плохая, она убивает, она наносит вред, поговорите с ними. Уровень их знаний достаточно низок. И поговорите с ними, они все привитые. И зачастую у них дети привитые. Почему нужно прививаться от гриппа в августе? Зачастую это совпадение, потому что человек был в продроме, был с другим заболеванием. Нельзя прививкой против гриппа заразиться гриппом. Это абсурд. Прививка могла спровоцировать тот же УРИ, который более быстрое развитие клинической картины. Иммунитет же во время вакцинации немножечко опускается, а потом начинают вырабатываться антитела. После сентября начинаются сезонные простудные заболевания. Там очень трудно поймать этот светлый промежуток, когда человек не болен. Для того, чтобы привиться, он должен быть здоров. Существует ли связь между аутизмом и вакцинацией? Связь между аутизмом и вакцинопрофилактикой не доказана ничем и никем. В 90-х годах один американский исследователь, который занимался проблемой аутизма в Америке, в то время аутизма в Америке было больше, чем у нас, он в какой-то научной статье высказал предположение по этому поводу. Антипрививочники это подняли на щит и понесли как красное знамя. На самом деле не доказано никем о том, что вакцина-профилактика способствует развитию аутизма. Монту, которой боятся все родители, которая рассказывает различные мифы про нее. Даже вчера, гуляя с собакой, я услышала на лавочке, а нашему сделали монта. Как ее монта? Ее сделали. Вот. Так вот, что такое реакция монту? Называется туберкулинодиагностика. Для чего она нужна? Вы знаете, что 2 трети населения нашей планеты инфицированы бактериями туберкулеза. Инфицированы. Они не болеют, они просто с ней встречались и инфицировались. Вот для того, чтобы узнать, в каком состоянии вот эта инфицированность, делается ежегодная проба туберкулинодиагностики. Туберкулинодиагностика у нас делается до 8 лет. С 8 лет мы делаем диаскин-тест. Диаскин-тест – это очень дорогостоящий препарат, очень дорогой. Он с низкой дозой, с вероятностью дозы аллергизации, и он очень достоверный. То же самое могу сказать и про туберкулинодиагностику. Но у туберкулинодиагностики, возможно, какие-то отклонения по плане аллергизации, но диаскин-тесты здесь уже как бы… Когда мы сомневаемся, мы делаем на одной руке туберкулинодиагностику, на другой диаскин-тест. И если здесь мы видим реакцию положительную, а диаскин-тест мы видим отрицать, мы понимаем, что здесь аллергизация какая-то идет у ребенка. Но вот если взять поколение 9, которое выросло в 60-х, 70-х годах, ведь родители даже не знали, что нам делали в школе. В лучшем случае ты сказал им про эту манту, потому что сказали, 3 дня не мочи. И то, если ты не забыл, правильно? А так приходила врач, медсестра в классах говорила, Иванов, Петров, Сидоров на прививку. Привели, прививку сделали, посмотрели, прививку сделали. Какую прививку сделали, что сделали? Никто не умирал. Все были здоровы, все были счастливы. Редактор субтитров А.Семкин